ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет всем, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Дарт. И сегодня мы, опять же, как я и обещал, в игре Jurassic Park Builder. Значит, хотелось бы начать с того, что добавили два апгрейда на все гавани, во всех парках. То есть теперь будет, получается, по 10 корабликов. И если по полной загрузить гавань, то она будет приносить вам, как говорится, мясо или рыбу 48 часов. И как видите, начальная стоимость, то есть загрузить гавань, образно, ну сколько, на 6 часов, стоит 163 тысячи. По-моему, когда загружаете по полной, последняя цену, которую нужно будет заплатить, то есть по полной, чтобы загрузить, там вообще, по-моему, 300 тысяч. То есть это как уже в этом, как Jurassic World The Game, там также очень много гавань, там уже другие, там какие-то заводы по производству еды, значит. Вот, так там вот, чтобы загрузить завод, там тоже очень много нужно заплатить. Это улучшение стоит, значит, первый апгрейд стоит 100, динобаксов, как видите, у меня их уменьшилось. А второй апгрейд стоит 250 баксов, но это особо не нужно, но вот у меня очень медленно прибавляется еда в Ледниковом и, как сказать, в этом морском парке. И теперь я буду по 48 часов ждать, за 48 часов, образно, они мне миллион, допустим, привезут, ну или сколько, 500 тысяч. Если по 500 тысяч, то придется ждать дней 6, наверное, чтобы, как говорится, по, точнее, ну да, примерно 6 дней, чтобы накопить там 3 миллиона еды, чтобы точно хватило, и снимать видео, то есть недельку. Так, ну это я заговорился опять, начинаем, конечно же, с нового животного, с эвоплацефала. Значит, он получил свое название за бронированные пластины, покрывающие его веки, делая его голову почти непроницаемой во время боя. То есть, действительно, у того же анкилозавра его веки не были защищены, так, больше не могу прибавить. Его веки не были защищены, и вот, а у эвоплацефала они реально были защищены, то есть, вообще, капец, голова вообще непробиваемая, не для зубов, не для клыков, не для когтей всяких. Так, значит, как раз, ну, по сравнению со стандартом, мне нравится больше, то есть, теперь видно вот эти у него пластины на теле. Ну, допустим, просто для сравнения... А, ну давайте покормим вначале, потом уже сравнивать будем. Так у нас будет выглядеть эвоплацефал на 20-м уровне эволюции. Статы все лучше, денег все больше. Ну, а внешний вид пока что оставляет желать лучшего, конечно. Вот просто сравните, значит, вот здесь просто шипы, и вот образно сейчас только стало прорисовано вот эти пластины. На 10-м уровне их не было. Теперь давайте посмотрим на того, кто был до него, а конкретно на анкилозавра. Вот, посмотрите, все прорисовано, пластины, на каждой пластине шипы. Все идеально прорисовано. Почему нельзя было так же сделать эвоплацефалом? Ну, посмотрите, выглядит гораздо лучше. И та же анимация. Так, ну что ж, ладно. Поговорили, теперь можно и конкретно перейти к эволюциям морского парка, который я сегодня и запланировал для этой серии. Увидимся с вами в морском парке. Ну вот мы и в морском парке, и начинаем разбирать эволюцию. Первый, это, по-моему, лептоклейт. Так, давайте нажмем. Да, это он. Это один из немногочисленных плеозавров, найденных в позднемеловых отложениях. И ответивших на многие вопросы, то есть конкретно, когда вымерли плеозавры, какие они формы представляли в меловом периоде и прочее. То есть, если в юрском периоде это были гигантские, там, 15-метровые хищники, то в позднем меловом они не больше 6 метров были. То есть, ну, занимали где-то середину пищевой цепочки. Так, к сожалению, приблизить я больше не могу, да. Значит, ну, лептоклейт. Лептоклейт. Почему у меня как-то? Ну ладно. Значит, он у нас, опять же, фиолетовый, но раскрас этот мне нравится. То есть, как его раскрасить? Пусть и фиолетовым, то есть, очень много его тут присутствует в окрасе у других животных, но все же, выполнен он очень хорошо. Давайте покорми, чтобы он увеличился в размерах и детальнее его рассмотрим. Так, извиняюсь, что ты будешь делать? А, вот, ладно. Отлично. Так, значит, вот так я, конечно, уровни качаю сейчас в основном. Значит, что я хотел сказать? Блин, Аланград меня выбил своими пищиями. Нет, я забыл, что я хотел сказать. Все, не вспомню. Теперь не вспомню. Так, значит, лептоклейт. А, в идеале, в идеале вспомнил. В идеале мне нужно, по сути, вот это все читать. Большое впечатление там. На-на-на-на-на-на-на-на. Все это надо читать. Но это отнимает времени, и это, по сути, никому не интересно. Если кто-то не понимает перевода, то в любом случае, если догадаться, что требуется от вас в миссии, понятно. Но если вам действительно нужно знать, что говорят здесь, это реально бессмысленный текст. Это он сделан в основном для людей молодых, то есть еще дошкольного возраста, или даже дошкольного возраста. То есть, по сути, ничего интересного или познавательного они там не говорят. Поэтому я и особо не парюсь с этим переводом. Значит, выглядит он все-таки замечательно. Наш лептоклейт. А, еще ругает. Так, значит, его статы. 541 сила, 4420, это его здоровье. Урон от 339 до 2037. То есть, довольно-таки сильные животные для его размеров. Но, благодаря бонусу, какой у него бонус? 92% он, благодаря такому бонусу, дает почти 33 тысячи. Так, идем дальше. Это гайнозавр, насколько я понимаю. Да, гайнозавр получил название в честь реки Гайна в Бельгии, где были найдены его первые окаменелости. Значит, опять же, в окрасе присутствуют фиолетовые, но, как видите, там темный или даже темно-синий. Я уж не знаю, дальтоником стал. Да, здесь вроде темно-синий. Или даже, ну, я хрен знает. А здесь светло-фиолетовый. Но, благодаря вот этому желтым пятнышкам и окаменению, такому оранжевому, точнее, и желтому тоже, да. Вот, он выглядит просто изумительно. Я, конечно, сомневаюсь, что морская убийца, морская рептилия-убийца могла вот так быть окрашена, но выглядит, конечно, очень красиво. Вот наш гайнозавр на последнем уровне эволюции. Здесь, как видите, у него полоски прорисованы, намекая на то, что это у него был плавник, как у рыбы. На самом деле, такого не было. Он был сплошной и, скорее, как у дельфина. То есть, самих пальцев было не видно. Это, видимо, в окрас просто такой. Значит, статистика. Сила 420. Здоровье. Вот мне нравится такое. Здоровье 3,5 ровно. Урон на 361 до 2167. То есть, видите, по сути, сила меньше. Здоровье меньше почти на 700 получается. А зато урон у него больше почти, даже не почти, а на сотню у него больше урон. То есть, в боях смотришь, если нужен больше урон, берешь гайнозавра. Если все-таки больше здоровья, то лептоклайдуса. Лептоклайда просто так. Это бы нацетапс. Это донный едок, живший в прибрежной зоне Перу. Значит, опять же, фиолетовый. Но радует, что это не последняя его эволюция. То есть, возможно, опять же, изменится. И он не будет фиолетовым. Что-то реально очень много фиолетового. Теперь я знаю, какой любимый цвет у разработчиков игры. Так, ну давайте его покормим и рассмотрим его. Как видите, у него сейчас два бивня одинакового размера. А потом они меняются. Вот, значит, наша ДБН-сетапс. По сути, у него вроде про левый, точнее, бивень должен быть больше правого. Но, не знаю. По-моему, я путаю что-то. Выглядит, конечно, вот эти пятна действительно как у ламантинов. То есть, выглядит хорошо. Но почему опять чертов фиолетового цвета? Красьте его, как ламантин в светло-синий... Ой, в серый цвет. А красьте его, как ламантин в серый цвет. Вот с такими пятнами. Будет красиво, по-моему. Ну что ж, ладно. В следующей серии увидите его на последнем уровне эволюции. Так, это шунизавр, да, как я понимаю? Опять же, оранжевый, но рады, что без фиолетового. Итак, несмотря на массивные размеры, отсутствие зубов предполагает, что он не был самым страшным хищником, жившим под водой. То есть, если бы у него были зубы, он был напоминал мегалодона кого-нибудь, то да, он, возможно, был бы самым страшным хищником, учитывая его размер. Самый крупный вид достигал 21 метр в длину. То есть, это все равно даже больше, чем мегалодон. Даже если мегалодон, ну, по средним данным, мегалодон 16 метров в длину. Ну, если мегалодон был 20, то шунизавр все равно больше, так что... Ладно, я заговорился. Ну, такой голубоватый пятнышки, такие разбросанные по всему телу разных размеров, придают ему эффектность этому шунизавру. Вот, значит, такой гигант у нас. В следующем видео вы увидите также его на последнем уровне эволюции. Так же, как и, по-моему, у всех остальных животных, кроме вот этих вот, у которых по одной звезде. Так, дальше это у нас стиксозавр. Глотал свою добычу целиком. То есть, зубами, грубо говоря, захватывал и глотал потом ее. То есть, переживать он не мог и не пережил. То есть, откусил, заглотил. Такой зеленый окрас с такими коричневыми пятнышками. Коровку напоминает. Коровку наркомана какого-нибудь. Вот такой у нас стиксозавр на 30-м уровне эволюции. Жалко, что еще приближать нельзя, чтобы еще более детально животных рассматривать. Мне кажется, такая функция была бы очень полезна для данной игры. Следующий это бананогмиус. По-моему. Да, я угадал, его было трудно не заметить с его большим спинным плавником. Да, уж это точно. Особенно самки этой рыбы, этого вида рыбы достигали 2-х метров в длину. То есть, плавник в высоту где-то около метра. То есть, сложно было такую рыбину, конечно, не заметить. Ну, хватит нажимать, мышка. Значит, окрас у него такой же, как и был при 10-м уровне, но появились вот такие темно-зеленые полосы на теле. Или темно-серые. Ну, просто серые. Вот такой у нас бананогмиус на 20-м уровне эволюции. Так, это у нас левиафан. Так, в отличие от современных китов-убийц, он был в состоянии повалить другого кита, чтобы себя прокормить. Окрашен он, по-моему, сейчас как кашалот. Хотя нет, у кашалота пятен, по-моему, нет. Ну, все равно, выглядит как кашалот, если честно. Возможно, это его предок. Давайте покормим этого красавца. Особенно знатоки животных и прочего. Думаю, заметили, что у этого кита не прорисованы ноздри. То есть, по сути, ноздрей нет. Как он дышит, черт подери? Ртом, по-моему, киты дышать могут, конечно, но они не практикуют это. Они дышат только ноздрями, которые сразу у них там разносят кислород по всему организму. А через рот это длительный процесс, и кит может просто задохнуться. Поэтому не продумали, ребятки, немного модель. К сожалению. Так. Ага. Еще два новых животных в это видео посмотрим, но, пожалуй, начнем с Дестуса. Добавились только какие-то, опять же, светло-фиолетовые пятна. Они издеваются надо мной. Я уже ненавижу этот цвет. Странная челюсть. Из-за постоянно растущих зубов и десен старые зубы раздвигались снаружи. То есть, челюсть, по сути, была неровной. Зубы такие неровными были. Вот. Но, насколько я узнаю, значит, самые старые зубы находились в глубине челюсти, самые новые по ее краям. Сама эта рыба, это не акула. Сама она смотрится очень классно. Только глаза, мне кажется, слишком маленькими. Я еле вижу черные такие точечки. Но окрас, ребята, неужели вы... Блин. Окрасили бы, как обычную акулу. Неужели это так сложно? Так, ну вот, начнем с этого, пожалуй. Я не знаю, кто это. Название в Тальмозавр с греческого означает «глаза стоящерица». Неудивительно, так как его глаза были размером... Так, надо вспомнить. Ой. Ну, короче. Примерно, примерно 15 сантиметров в диаметре. Нет, не 15. 30 сантиметров в диаметре. Даже больше. Больше 30 сантиметров в диаметре были его глаза. И они еще были окружены таким костяным кольцом, которое сохраняется на окаменелостях. Оно позволяло, как бы, при погружении на большие глубины, чтобы глаза не лопнули, вот это кольцо их защищало. Вот так у нас будет выглядеть Афтальмозавр на 10 уровне эволюции. То есть, вот видите, просто обычный окрас, окрашен как обычный ихтиозавр или как дельфин, и выглядит все равно круто. То есть, особо такого мега яркого не обязательно делать. Окрашивайте как обычный, как современных животных. Все равно мы не знаем, как были окрашены динозавры. Зачем такую мутотень придумывать, с всяким фиолетовым цветом. Что еще мне хотелось сказать, что, допустим, вот Афтальмозавр, да, ихтиозавр юрского периода. Можно в обновлении добавить ихтиозавра. Он будет по размерам вообще маленький, примерно как Метриаринг. То есть, такой же маленький. Будет плавать по загончику своему. Но, это все равно круто. То есть, ихтиозавр, в честь него были названы отряд животных, морских рептилий, ихтиозавр. Значит, в честь него было названо, мне кажется, он обязан быть в игре. Или добавить темнодонтозавр. Это особо крупный хищный ихтиозавр. Ну, они, по сути, все хищники. Вот, хищник ихтиозавр, который 10 метров был в длину. То есть, крупная рыбина, ну, не рыбина, крупная рептилия плавала бы тут. Это тоже круто бы смотрелось. То есть, идей для дополнения каких-то животных очень много. Почему они добавляют каких-то там одестусов? Фиговую окраску для них придумывают. Те же самые анимации. По-моему, это очень глупо. Еще и просят за это 20 долларов. Они шильные люди. Шильные. Название Моизавр означает ящерица Майя с греческого. Или Майю. Это либо место названия, либо река. Реки какой-то, где был найден, найден окаменелся Моизавр. Значит, Моизавр это самое последнее животное, покупающееся за обычные монеты, а не за баксы долбаные. Вот. И оно получает самое сильное в морском парке, не считая тех животных, которые были куплены за 1 бакс. Значит, так у нас и будет выглядеть Моизавр на 10 уровне в Эльдусцеи. То есть, смотрите, такая продолговатая голова, это является его удивительной чертой, то, что в отличие от других плезиозавров, которые существовали, у них была длинная шея и маленькая голова. У этого была же, конечно, тоже примерно длинная шея, но короче, чем у его предков, не предков, в смысле родственников, но голова была гораздо крупнее. То есть, это его отличительная черта. Вот смотрите, так же окрашен, допустим, видите, даже цвета у офтальмозавра и у Моизавра отличаются. То есть, у этого более темного, у этого более светлого, и окрашен просто белый, как сказать, нижнюю часть твой живот и серый сверху. Обычно, обычно, но зато как смотрится. То есть, блин, красиво. Потом смотришь на гайнозавра или вот, я не знаю, вот на это, на тринокромерума. Конечно, красиво тоже, но мне кажется, не идет. Вот просто серый цвет с желтыми пятнами ему пошел бы гораздо больше, как я считаю. Ну, значит, в общей сложности, если вот сейчас на 10-м, в следующей серии на 20-м будет еще следующий на 30-м, на 40-м. То есть, еще 3 серии примерно осталось. Осталось примерно 3 серии, и если... Потом я, может, запишу еще серии 2 или 1, поэтому... как же он называется-то? По торнэменту. Просто, что да как, расскажу для тех, кто не знает. И мы закончим с билдером на некоторое время, отложим его в корзину и будем проходить какие-то другие игры. Ну что ж, надеюсь, это видео вам понравилось. С вами был Дарт Сидиус. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группы. Всем удачи, хорошего настроения. До скорых встреч. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok